Один из примеров расспросов – вопрос о налогах. И довольно странный ответ Ишуа – чье изображение на монете? Опять же, когда мы читаем это, просто так можно думать что угодно, но это будут наши предположения. Традиция рассказывает историю, пересказывает библейскую историю, о Михаль и Давиде, когда Давид встречает Авигайль, и он говорит, ты должна помочь мне. Она ему говорит, а ты кто такой вообще? Он говорит, я царь. В ответ на это она из одежды достает монету и говорит, а у нас вот видишь изображение Саула на монете. Поэтому никакой ты не царь. То есть портреты президентов вешать было негде, полиграфское дело не работало. А чеканка монет тоже на самом деле во времена Давида не существовала, но для еврейской традиции правит тот, чье изображение на монетах, которыми мы пользуемся. И если мы берем в руки монету с изображением Кесаря, то мы подчиняемся его земной власти. Еще один текст, который мы можем посмотреть, текст из слов Иоанна Крестителя, когда он говорит, не гордитесь, что вы, не говорите, что вы дети Авраамовы, потому что, о истину вам говорю, Бог может из камня воздвигнуть детей Авраам. Если мы читаем это, можно опять-таки много комментариев говорить. Конечно, Всевышний, Он всемогущ, конечно, Он может из камня воздвигнуть детей Аврааму, но еврейская традиция немного по-другому смотрит на это. Вот что говорит Медраж, начало второго века. Народ Израиля обращается ко Всевышнему. «Владыка мира, ты же знаешь природу злого нашего начала, которая тверда, как камень. Как нам преодолеть ее?» Всевышний отвечает. Всевышний отвечает словами Исаии из 62.10. «Проходите, проходите в ворота, освобождайте дорогу народу, равняйте, равняйте путь, очищайте от камня или из камня, поднимайте знамя для народов. И также Всевышний говорит, «И окроплю вас водой чистую, и очистите свои от всякой скверны вашей, от всех идолах ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас. И удалю из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце из плоти. И дух мой вложу в вас, и сделаю, что законно моим следовать будете, и уставы мои соблюдать будете, и поступать по ним. И поселитесь на земле, которую я дал отцам вашим, и будете мне народом, и я буду вам Богом». Это Ихискель 36. «И Господь превратит нас из камня в приближенных к Нему, и Он будет нам Отцом, а мы Ему будем Сыном». В контексте того, что Иоанн Креститель говорит о покаянии, о плодах, о внутренней работе, он говорит о том, что Господь из камня сам делает нас детьми Авраама. Когда мы знаем, что Авраам, когда вышел из своей страны, Всевышний сказал ему, «Я сделаю тебя Отцом многих народов». Валерийский комментатор говорит, не написано «поставлю», то есть не назначу таким, какой ты есть, а «сделаю», то есть будет связано с какой-то внутренней работой. И когда Иоанн Креститель говорит то, что он говорит, он тоже отсылает людей, отсылает фарисеев, приходящего к внутренней работе. Вы не сами по себе дети Авраамовы, вы призваны в это обетование, вы призваны в этом быть, но для этого надо очищать себя от камня. Вот такое понимание есть. Какие-то еще детали из описаний Матфея тоже можно отметить. Например, всем известна звезда, которую видели Волхвей, и много споров существует по этой звезде, множество всевозможных учений. Расхожая традиция говорит, что в семилетие, в которое приходит Машех, мы знаем, что еврейский календарь, он делит годы еще и на семилетие, в пятый год этого семилетия, за два года до рождения Машеха, появляется звезда. И не всем дано ее видеть. Народы мира видят ее, а Израиль не видит ее. Расхожий Медраж, можем встретить это в Психто-Работе. Медраж приводит интересную параллель. Авраам, который идет с Ицхаком, приносить Ицхака в жертвоприношение, как рассказывает Медраж, впереди них идет облако. И Авраам идет следом за облаком, облако останавливается над горой Мария, и Авраам понимает, что это то самое место. Авраам обращается к сопровождающим его лицам и спрашивает, вы видите тут что-нибудь? Они говорят, нет, ничего не видим. Он говорит, вы не видите облако, и осел не видит облако, поэтому вы со словом оставайтесь здесь, а те, кто видят облако, пойдут на гору. Комментаторы по этому поводу говорят, в связи с теми душами, которые провели, что звезда, наоборот, она будет видна язычникам и не будет видна народу Израиля. То есть можно увидеть в этом, можно увидеть в этом некое подобие того, что язычники будут включены в завет через приход Машеха. Есть одна фраза, которая рефреном повторяется в Евангелии от Матфея. «Досбудется сказанное через пророка». И, соответственно, тоже часто бывает в спорах с антимиссионерами, с просто иудеями, которые говорят, ну вот посмотри, сказано из Египта, призвал я сына своего. «Это сказано совершенно про другое». Или даже те же самые стихи о Деве сказаны совершенно в другом контексте. Как можно здесь говорить, «Досбудется сказанное через пророк». Медраж первого века, Медраж Ханука. Медраж рассказывает о событиях, предшествующих празднику Ханука, о победе Хасманеев. И вот как он звучит. Греки там принимают какие-то антиеврейские законы. И вот что говорит. Так. «Прошло три года, увидели греки, что бесполезным оказался этот закон. Ибо ни один из израильтян не упал и не сломался. И придумали другой запрет. Послали глашатаев объявить всякий израильтянин, у которого есть бык или баран, пусть вырежет на рогах его, что нет у него части с Богом Израиля. Все это, чтобы не было у евреев ни мяса, ни молока, ни творога, и чтобы не могли они обрабатывать землю». Греки думали, уже этот-то закон евреи не выдержит. Евреи весьма опечалились от этого закона и решили так. «Не отречемся упасти Бог от святого Бога нашего». И продали с торгов весь скот, чистый и нечистый. И с тех пор ходили пешком. И тогда сбылось в них сказанное через пророка «Я видел рабов на конях, а князья, как рабы, ходят пешком по земле». И если мы посмотрим этот мидраж, дальше 10-12 раз в совершенно разных контекстах упоминается фраза «Досбудется, сказанная через пророка». Например, греки запрещают еврейским женщинам совершать омовение в микве, а это значит, что вообще исключается всякая возможность близости между мужчиной и женщиной, и Всевышний делает женщинам благословение. У них дома появляются особые источники воды. В тот момент, когда нужно окунаться, женщины окунаются на дому. И мидраж говорит, «Да сбудется, сказанная через пророков, и омоет Господь нечистоты дочерей Израиля». Разумеется, и автор мидража, и читатель понимают, что пророк пророчествовал не об этом, но принимают параллель как стилистику рассказа. Поэтому, когда мы читаем в Евангелии Матвея «Досбудется, доисполнится высказывание через пророков», мы можем понимать, что речь идет не только об исполнении втором или переосуществлении, сказанном через пророка, но и речь идет о стилистическом приеме, о том, что так принято говорить. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-то литературными приемами или мелкими деталями, часто мы, не всегда не зная еврейские источники, можем понять всю глубину того, что понимали под этим еврейские читатели. Даже если взять как пример родословие Ишуа, как оно приводится в Евангелии от Матфея. Если мы возьмем какую-то книгу из книгу Торы, книгу Пятикнижья, и прочитаем там «Ине тольдот Адам» или «Ине тольдот Ноах», «Вот родословие Адама» или «Вот родословие Ноаха», само слово родословие «Толдот» означает «порождение». После того, как мы читаем «Вот родословие Ишмаэля», мы не читаем, что «Телех родил Авраама», «Авраам родил Ишмаэля», мы читаем о детях Ишмаэля. Поэтому, как бы, с одной стороны, когда мы читаем «Вот родословие Иисуса», ожидания еврейского читателя были бы, что дальше пойдет рассказ о детях, внуках и правнуках Ишуа-Машеях. И тут мы читаем «Вот родословие Ишуа», и «Авраам родил Ицхака», то есть непонятный для еврейского, для христиан может проскочить мимо, для евреев это знаковый момент. Ишуа сам говорил о себе, прежде чем был Авраам, я есть, и сказано, когда Всевышний обратился к Аврааму и сказал ему «Лех, леха», в страну, которую я тебе укажу, комментатор говорит, это избрание произошло ради обетования, а обетование в Машеяхе. Поэтому Машеях прежде, прежде всякого творения. Еще один взгляд на то, что говорил Ишуа, сказано, если человек достиг совершенной праведности, говорят ему «Ты был прежде Авраама». Если человек стал совершенным злодеем, ему говорят «Камар был сотворен прежде тебя». Мы можем увидеть несколько иной контекст, если смотрим на еврейский контекст. Еще одна деталь. Матфей разбивает Евангелие на три части по 14 родов. Когда спрашиваешь о том, что это такое, почему 14 родов, ответ может быть такой. Ну, 14 – это по гематрии Давид. Причем здесь Давид? Что здесь Давид? Хорошо, 14 – это по гематрии Давид. Да, действительно, умеет место. Что такое? Три раза по 14 Давид. Понятно, меньше. Чуть глубже копнуть, сказано, от Авраама до Машеха 42 поколения, еврейская традиция говорит, потому что 42 перехода на выходе из Египта в страну Израиля. 42 стоянки, 42 перехода, точно так же до Машеха 42 поколения. И, говорится, Авраам был как молодая луна, первый день месяца, затем от него 14 поколений Давид, полная луна, затем снова луна пошла на убыль, спуск в Бавель, через 14 поколений, третий цикл луны, вторая полная луна – это Машех, это луна, которая не будет никогда умаляться. Получается, три раза по 14, три цикла луны, совершенная луна и совершенный Машех. Можно сказать, что, как бы, читая Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, еврейские параллели практически каждый стих Евангелия раскрывают с новой, с другой стороны, с большей глубиной, иногда совершенно обратно тому, что принято считать в христианском толковании. Мы здесь коснулись только самого края, самых верхушек, самых основ, может быть, как сказать, сделали такую пробу того, что это на самом деле еврейская традиция можно сопоставлять с текстами Евангелия бесконечно, и цель этой беседы просто предложить к изучению, к укрепленному изучению еврейских источников, не надо их бояться. Это ни в коей мере не чернокнижье. Это опыт людей, которые точно так же, как мы, пытались понять Писание. Это опыт, это капсула, которая хранит в себе понимание древних, в которой мы можем найти то, как современники Иешуа или ближайшее к нему поколение смотрели на Евангелие, смотрели на окружающий мир, и это будет нам очень большим подспорьем в изучении текстов Писания. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова